Добрый вечер! Александр Лаэрский. Здравствуйте, Александр. Мы говорим сегодня о рок-н-ролле. Начнем сразу же с того тезиса, который заявлен в заглавии фильма. Ради денег ли это все? Александр, это прискорбно признавать, но это ради денег. И вы абсолютно верно сказали, опять же, цитату из Магнат, «Здоровенные бабищи на траве в хоккей играют». Это и есть описание рок-н-ролла, по сути. Объясню, почему. Рок-н-ролл является танцевальной музыкой. Рок-н-ролл – это музыка молодых и бодрых. А значит, музыка проходящая. Что есть молодой и бодрый? Молодой и бодрый – это значит неопытный. Что есть неопытный? Неопытный – это значит лох. Что есть лох? Лох – это тот, кто платит. Расплатит хорошо. То есть люди, которые уже с большими мозгами, как у нас с вами, в почтенном возрасте, как мы с вами пребываем, нас этой темой не пробьешь. Мы можем послушать, поностальгировать и сказать, ну, здесь вот на контрабасе он немножко не так сыграл. А рок-н-ролл… Но это раньше-то пробивало. Меня нет. Я никогда не любил рок-н-ролл. И сейчас мы не играем рок-н-ролл принципиально. Я понимаю, что я, как говорится, беру ношу чересчур непосильную, делая такие заявления вот в эфире. Но я считаю, что играть рок-н-ролл очень просто. С точки зрения музыки – это совершенно примитив. И все там держится только на энергетике людей, исполняющих эту музыку. А энергетику как раз губят бабки. То есть здесь происходит взаимная заводка музыканта от публики. И в конце концов публика побеждает. И в конце концов музыкант одевает те штанишки, которые ждет от него публика. Начинает петь те песни, которые ждет от него публика. Начинает прыгать, как хочет публика. Здесь все-таки ситуации курицы и яйца. Что первичнее, курица или яйцо? Потому что на самом деле Элвис Пресли вначале начал вихлять бедрами свои знаменитые вот эти вот танцы. А потом уже публика все это восприняла и сказала, вау, вот он наш сегодняшний кумир. Александр, вы помните фильм «Форест Гамп»? Да. Помните, как там проявляется появление вот этих движений? Я уверен, что Элвис Пресли при всем моем уважении к гражданину просто таким образом на пляже отмахивался Атос. А мимо проходила какая-то симпатичная красавица и сказала, мужчина, гибкий. И все, человек запал. Это было единственное случайное и искреннее движение во всей его жизни. Элвис ценен тем, что он передает своим звукам, свою атмосферу тех времен, в которых нам с вами не довелось пожить. Тем более атмосферу американской. То есть, конечно, год это понятно. Помните тот таль, к которому нас присыпали, те пеленки, это да. Вот. Он ценен именно этим. С другой стороны, опять-таки, об отношении курицы и яйца. Чак Берри и его знаменитая утиная походка. Тоже выдуманная им и тоже взятая на ура. И использовавшиеся после этого многими рок-музыкантами. Чак Берри хорош, я его очень люблю, но скажу прямо, я бы не хотел с ним отмечать Новый год. Опасный гражданин. Это правда. Вспыльчивый, опасный. Я, например, не хочу... И упереть что-нибудь может, за что и силы. Может упереть, может, например, ни с того ни с сё по щам ударить. А как бы он вроде музыкант, как бы престарелый, отвечать ему вроде как, ну, невежливо, да. Днём рождения рок-н-ролла принято считать 12 апреля 1954 года. В этот день по американскому телевидению показали ролик Билла Хэлли «Rock Around the Clock». Сначала эта запись особого успеха не имела. Но после того, как песня прозвучала в титрах фильма «Black Bot Jungle», началось форменное сумасшествие. В США «Rock Around the Clock» продержались на первом месте в 8 недель и были проданы в количестве 25 миллионов экземпляров. Билл Хэлли просто оказался в нужное время с нужной песней. Мы пришли в то время, когда в музыке не происходило ничего нового. «Рынок для нас был открыт», вспоминал Билл Хэлли. Если брать всё-таки вот тех старых рок-н-ролльщиков, которые, ну, ушли преждевременно, ну, как Бадди Холли, да, задавший, мне кажется, тоже целое направление, указавший путь вот этим всем ботаникам в очёчках, что им можно играть рок-н-роллы. Пожалуйста, мы сегодня видим огромное количество музыкантов, которые называют себя инди, которые носят очки, ну, если не совсем как у Бадди Холли, то по типу я тоже Бадди Холли, одеваются соответствующим образом и играют вроде как инди-музыку, то есть сегодняшний рок-н-ролл. Ну, Александр, вот даже посмотрите, имена сами за себя говорят, Чак и Бадди. Кто? Кто? В чью пользу склоняется наш положительный магнит? Конечно же, старичок Бадди, он был весельчак, потому и ушёл рано. Потом вот вы упомянули все вот эти телодвижения, которые эти люди как бы начинают первыми, да, там, ну, хорошо, подпрыгивание вот этого Ангуса Янгова и сидись, вот эта поза кузнечика, да, всё это хорошо, но это же самое главное. И как бы не кривлялись вот эти тёлки, исполняющие РНБ, как бы не плясали рок-н-ролл, ничего нового изобрести уже нельзя. И любое первое движение, то есть вот, например, Ангус Янг, да, там, шёл с Авоськой в магазин, подвернулся ему голубь, он пнул голубь и сказал, опа, ну, нормальная тема, да, но это очень вторично, это шоу. Дай-ка я пну ногой в воздух, понравлюсь людям, и это же популярные движения. Ну, безусловно. Ой, сидите, да, там, я помню, в школе там восторгались, как он там скачет по сцене, нормально всё, в шортиках в этих. Но это шоу. Всё, что есть шоу, есть деньги. Человек, который раскрутил название рок-н-ролл, 30-летний гиджакей Алан Фрид. Свою еженедельную программу он окрестил Мундокс рок-н-ролл-пати, рок-н-ролльная вечеринка лунного пса. Позже Фрида обвинили в том, что он за запуск песен в эфир берёт деньги. Разразился страшный скандал. Нью-Йоркские радиостанции с перепугу попрятали пластинки с роком и три дня подряд крутили одного Фрэнка-сенатора. А самого Фрида выставили сволчим билетом. Алан Фрид был по-настоящему первопроходцем. Его имя ассоциировал с рок-н-ролл. И вдруг вот, да, до таких вот мышей. Значит, завелась алчная жаба около него. И начала сосать бабло. Иначе я не могу объяснить. Либо попал в долги, либо проигрался. Но человек, который такой закалки старый, это очень плохо. Ну, это стыдно просто. Единственное оправдание, которое, может быть, мы ему найдем, это то, что ему принесли, и то, что он согласился поставить за деньги, это полный отстой. Но в таком случае зачем портить карму своей программы и ее фэн-шуй? Ну, неужели так нужно? Жалко таких людей. Вы, Александр, вообще не доверяете людям, которые говорят, нет, я хочу а, изменить мир, б, сочинить нетленку, в, и так далее и тому подобное. Я сочинить нетленку верю людям. Людям, которые говорят, что они хотят изменить мир, я сочувствую, потому что, конечно же, их нужно немножко помять. Ну, это серьезные очень амбиции. Потому что, как сказал один умный дядь, когда, если ты хочешь изменить мир, измени сначала жизнь хотя бы двух людей, окружающих тебя, и дальше пойдет цепная реакция. А тот, кто сразу замахивается на мир, такой недогитлер, это очень прискорбно. Этих людей я не переношу на дух, и в моем окружении их нет, не будет. Насчет нетленки, это нормальные амбиции. Насчет нетленки. Но главное, чтобы человек не думал о том, что он создаст нетленку и купит Бентли. Вот это уже и нетленки не будет, и Бентли. Или Бентли будет, но заработанная другой ценой. Тут все очень просто. Ровно через 50 лет после записи Эллисом Пресли 45-ки That's All Right в городе Мемфиси у здания студии, где записывалась песня, собралось более 8 тысяч человек. Гитарист Скотти Мур, записывавшись Пресли That's All Right, включил оригинальную запись пластинки, которую с помощью глобальной спутниковой сети одновременно транслировали 1250 радиостанций Америки. Когда у Мура спросили, собирались ли они изменить в музыкальный мир, он ответил, да вы смеетесь, мы просто хотели играть музыку и заработать деньжат. Возьмем время от времени, что, естественно, появляющиеся истории, которых сложно каким-то образом уличить в деньгах. Как то, панк-рок, который появился именно 76-й, 77-й, гранж, пел джем, нирваны, когда они только-только стали начинали мутить воду в Сиэтле, когда появился только Nevermind, когда там Тен записали пел джем, то есть вот такое, вот это вот время. Да и с другой стороны, если углубляться во времена более древние, то это и Битлз, и вообще вся эта Ливерпульская Мерсисайд-сцена, и Блэк Сэббот с другой стороны. То есть все равно все это изначально происходит не ради денег. Вот, Александр, это вопрос, который я себе постоянно пытаюсь задавать. Мы же, ни вы, ни я не знаем, что было в головах у этих ливерпульских ребят, когда они первый раз там собрались на своей лужайке, что они пришли просто попринчать на гитарах, или они, может быть, увидели Бадди Холли и сказали, крутой чувак. Увидели точно. Значит, мы хотим так же, девочки, мы хотим так же. Американцы, англичане, опять же, извиняюсь, вылезаем, но тем не менее, это люди, заряженные на успех. Заряженные на успех всей своей пропагандой. Успех этой бабки, машины и тёлки. И только, опять же, самые конченые панки могут что-то начать либо от безделья, либо случайно, ну, как вот, как Sex Pistols, и то их потом покупают удачные продюсеры. То есть, всё-таки рок-н-ролл это веселуха. Всё, что веселуха, конечно, деньги. Конечно, деньги, деньги, статуэтки, баба, машины. К началу 60-х рок-н-ролл оказался в тупике. Практически все известные исполнители по разным причинам покидают сцену, а король рок-н-ролла Элвис Пресли, сменив репертуар, превращается в эстрадного развлекателя. От угасания не спасают ни модный твист Чаби Чекера, ни коммерчески успешные, старательно отшлифованные стандарты Дика Кларк. Рок-н-ролл незаметно становится сферой большого бизнеса. Тогда, в те времена, точно так же люди нашего с вами почтенного возраста, Александр, говорили, что спасать их надо. Вот тех, кто начал слушать Элвиса Пресли, Чака Берри, но однако же и те люди становились почтенными возрастами и каждый раз спасали. Может быть, это все-таки нормальная история? И вот то, что рок-н-ролл вот так развивается и вот так начинается, все-таки это не ради денег и не ради того, чтобы поставить Бентли около своего вновь приобретенного дома, а именно ради того, чтобы, да, может быть, понравиться девчонкам каким-то образом привлечь их и просто самовыразиться. Вот самое главное, самовыразиться. Вашими устами кальмаров есть. Я очень хочу в это верить. Ну вот давайте представим себе ситуацию, да, вот недавно просто со мной так было. Я там шел по центру Москвы, передвигался и смотрю, едет бричка такая модная достаточно, окна открыты, обычно из подобного рода бричек льется либо ужасный шансон, либо какое-то буцканье, причем такой транс, как бы, ну транс не до транс, транс для посада, условно говоря. Здесь я слышу, Дан Маккафорти надрывается. И у меня прям, то есть я понял, что это что, и я как бы глазами встретился, и он тоже просек фишку, что я просек. То есть гражданин, там может быть, лет пятьдесят такой. Вот это редкость в данный момент. А если, то есть вы слышали где-нибудь, чтобы кто-нибудь на улице, во дворах сейчас слышал лет Зеплин? Там, ну... Нет, ну слава богу, ну пусть они слушают хотя бы музыку своего времени, свой рок-н-ролл. Не надо слушать Зеплин, а какой у них рок-н-ролл? Назовите мне, какой у них рок-н-ролл? Ну... Да хотя бы пусть Гриндей слушают. Ну как... Да вот даже он в спринг. А вот я не согласен. Я не согласен. Radiohead. Ну, Radiohead уже ближе. Ну, все равно нужно знать историю музыки, которая тебя зацепила. Нужно знать. Ну, копните, посмотрите. Послушайте, Харрел Зе Док, Разоманас, вот эти пластинки, да, там. Хорошо, того же Элвиса Пресли, не только по фильму, где этот Крендель с собакой, с полицейской, как там, когда она какую-то баллонку трахнула, и эта музыка Элвиса Пресли, они даже не знают, что это Элвис Пресли. Ну, покопайтесь, посмотрите, что было. Мне кажется, Александр, что вот это такой момент извечного брюзжания людей почтенного возраста относительно рок-н-ролла. Нет, ну, я не... Понимаете, я не то, что брюзжи... Можно носить адидасовский костюм, если ты не... С черкизовского рынка, закрытого нынче, да, если только ты не видел ничего в своей жизни, кроме черкизовских костюмов. Вот. Ну, покажите же им хоть что-нибудь, кроме этих спортивных костюмов покажите или сами постарайтесь. Смотрите историю, может быть, что-то понравится. Тот звук, то есть, ну, понятно, сейчас требования другие, сейчас нужно, чтобы качало все это, ультрамаксимайзер так, что аж там все прет, да, там, громко, хорошо. Согласен, для молодежи это важно, посадить уши. Но в те времена тоже был хороший звук, своя энергия, может быть, он больше понравится. Господа, копайтесь, мозгами работайте. Ну, что же такое происходит? Не убивайте себя, в конце концов. Будем надеяться, что этот фильм каким-то образом поможет этому самому подрастающему поколению. Александр Лаэрдский, спасибо большое, Александр. От людей почти нового возраста молодым. Фильм ради денег начался...